Добрый день, дорогие друзья! Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска, возможно, в последний раз в этом 2020 году. Время неумолимо летит вперед, часы тикают и сегодня в полночь мы проводим старый и встретим новый 2021 год. Не будем загадывать, каким он будет. Мы можем только надеяться, что будет он лучше, добрее, светлее, достойнее, чем год минувший. А сейчас настало время подводить некоторые итоги этого уходящего года. Я не буду касаться итогов этого года во всемирном масштабе. Не буду касаться его даже в общероссийском масштабе или масштабе нашего моего региона Смоленщины или города Героя Смоленска, где я живу. Я хочу представить вам некий как бы небольшой анализ того, что мною сделано для вас на моем YouTube-канале в интернете. Ну, конечно, судить не мне, каким для вас оказался мой канал. Я лично сам, как информатор, как ведущий, как диктор. Но судя по вашим откликам, по вашим комментариям, по абсолютному большинству этих комментариев, сработано неплохо, неплохо сработано. Я вам хочу доложить, что, кто не знает, мой канал вообще-то возник, мной был зарегистрирован 8 ноября 2009 года. И не как какой-то новостной канал или канал для защиты тех, кто в этом нуждается. А он был продекларирован как канал, где смоленский поэт Евгений Гордеев поет и читает свои стихи. Вот и все. Я хотел и знакомил людей со своим творчеством. Ну, что ж, не так уж много было просмотров, не так уж много было подписчиков. Но я, так сказать, был доволен хотя бы этим, потому что найти какие-то площадки для того, чтобы высказаться в наше время, довольно-таки трудно. Как говорится, есть возможности платить деньги, занимай зал, заманивай туда зрителей и служителей. И читай хоть целый день. Но у нас, к сожалению, таких возможностей не было и нет. У меня, по крайней мере. Поэтому такая площадка огромная, как YouTube, мне представлялась и представляется до сих пор наиболее приемлемым местом, где можно общаться с людьми. Причем с огромными массами людей. Вот я с удовлетворением докладываю, что всего мой канал посетили, просмотрели миллион девятьсот тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят человек. Я думаю, надеюсь, что со всего мира, ну, со всего света, кто пожелал, зайти, нажать кнопочку и так далее. Вот. И подписчиков у меня на сегодняшний день одиннадцать тысяч семьсот сорок один человек. Ну, мне кажется, что с марта месяца, когда я стал заниматься горячими темами, включая тему Влада Бахова, наверное, тысяч десять, если не больше, прибавилось подписчиков. Спасибо вам, друзья, за то, что доверяете, за то, что вы считаете, что именно я способен удовлетворить ваши потребности в каких-то знаниях, в желании вашем посмотреть что-то, где говорят правду, где добиваются, по крайней мере, правды, где бьются за законы, справедливость и так далее. Вот. Я вам хочу сказать, что за 2020 год, за вот уходящий год, я опубликовал, даже сам не поверил, 357 видеороликов. Триста пятьдесят семь. Вы посмотрите, если в году узнаете, сколько дней, да, то больше порой, чем по одному ролику в день. Это, честно говоря, титаническая работа, по крайней мере, для меня, потому что я уже не столь молод, как Коча, например, или там еще ребята есть помоложе и девчата. Поэтому ведь каждому ролику уж надо готовиться, надо изучать какую-то тему, надо изучать какую-то статистику, надо изучать все, что на эту тему опубликовано, делать какие-то свои анализы, выводы, выкладки и так далее и тому подобное. Поэтому 357 роликов. Из них, посмотрите, 142 по теме Влада Бахова. То есть, каждые два или чуть больше дня, по одному ролику, по одному ролику, по животрепещущей, волнующей всех нас до невозможности, теме трагедии Влада. Бахова. Мне кажется, друзья, не кажется, а из анализа я посмотрел и увидел, что нет ни одного уголка бывшего Советского Союза, где бы не смотрели люди мои ролики. Я насчитал более 90 стран и городов, где живут мои подписчики, откуда мы с ними, так сказать, напрямую общаемся. Причем 15 из этих стран – это государства дальнего зарубежья, включая Японию. Сотни сердобольных людей, вас сердобольных, со всего света оказали в минувшем году помощь моему, ну нашему женой и сыном, домашнему питомнику для бездомных и больных кошечек. Питомнику, который называется Кото Басия. Сотни людей, не буду скрывать. Значит, пожертвования составляли от 20 рублей до 5 тысяч рублей. Последнее редко, по пальцам можно пересчитать. Ну, извините меня, как можно... И тут нельзя, так сказать, категорировать каким-то образом, что этот человек более сердобольный или менее там жадный. Слово противное, оно вообще не относится ни к кому, так сказать, из тех, кто помогает нам. Оно не может относиться. Я хочу сказать, что все помогали в меру своих возможностей. В меру своих возможностей. Кто-то, пенсионер, получающий 12 тысяч пенсию, мог и 20 тысяч... 20 тысяч он не мог, а 20 рублей или 50 направить. А кто-то отщедрот своих, из нормальных возможностей своих жизненных, человеческих, семейных. И нашел возможность 3-5 тысяч перевести. Это очень для нас солидная помощь. Это мощная поддержка. Ну, а в совокупности, я хочу сказать, получилось так, что в нынешнем году через наши руки прошло, значит, более 30 было принято в наш приют. Наш приют новых кошечек, значит, вылечено, привито, операции сделаны. Все же это тоже ваша помощь, ваши средства, так сказать. Ну, наши и ваши. И около 35 ушло в хорошие, добрые руки. Несколько... Три, кажется. Два котенка и кошечка одна очень хорошая. К сожалению... К сожалению, умерли. То есть, либо помощь наша пришла поздно, либо болезни такие у них оказались. Вру. Четыре. Четыре. Одна еще с так называемым хрустальным позвоночником. Кошечка. Очень хорошая, красивая, добрая, умерла. Ну, не будем о плохом. Хотя все плохое надо как раз выложить, может быть, в этом году рассказать. Ну, вот, а 35, ну, если я не ошибаюсь, там, на одну-две журналы бортовые есть. Она ведет всю статистику нашего приюта. Вот. Ушли в хорошие, добрые руки. А у нас вот на сегодняшний день осело, ну, с учетом сменяемости личного состава, осело 46 разномастных, разновозрастных, разнополых, но все равно каждый по-своему прекрасных этих животных. Дай Бог нам всем здоровья и благополучия. Вот. Среди тех, кто оказывал существенную, значимую помощь нашему приюту, Зигмар Клейнс из Ирландии, Ольга Бенхам, Рэйчел Бронфман, Вера Трауп из Швейцарии, Верочка, через страны, через расстояния, мой теплейший привет. Спасибо огромное за помощь. Виолетта Ларсина из Финляндии, тоже добрая душа, добрая душа, великолепные руки имеет, и великолепный, как вам сказать, художественный вкус. Она своими руками делает такие вещи, которые только в музей, в кунсткамеру куда-то выставлять. Это прелесть, что она вытворяет, а сейчас она еще, ну, минувшее лето, занялась тяжелой и очень красивой работой. Это монументальные такие садовые скульптуры делает, она из бетона сама мешает, даже руку в этом году повредила. Виолетта, мужу привет, и тебе привет, из России, из города Героя Смоленска. Спасибо, что вы у нас есть. Любовь Куренкова из Америки. Я ей писал, значит, что наши, они и в Америке наши. Любочка, спасибо за помощь. Ну, здесь наши россияне и русские наши ребята. Вера Владимировна Б, Татьяна Борисовна Т, Наталья Афанасьевна Сугакова из города Героя, тоже Волгограда, где я учился в высшей следственной школе МВД СССР с 71-го по 75-е годы, Наталья Валерьевна С, Нелли из города Ярцево, это уже близко к Смоленску, Смоленская область, Валентина Лабецкая, Надежда Павловна Эл, Светлана Викторовна С. из Москвы и многие-многие другие. Всех трудно перечислить, потому что, так сказать, пока я буду перечислять, уже куранты пробьют, так сказать, и Новый год начнется. Ну, я хотел сказать, что в этом году, в минувшем, мы наладили тесный контакт, значит, с перепиской, даже через электронную почту с Эммой, Эммой, блогер, с блогерами я наладил. Они со мной, вернее, наладили. ну, короче, подружились мы. Эмма, Эмма, Цунада из Америки, Натали, Натали Кисо, или Кисо, не знаю, из Греции, Дамочка с Лупой, очень, значит, тесная переписочка. Асемина из Канады, Виктор из Москвы, спасибо, Витенька, за поддержку во всем. Блогер 67 из моего родного Смоленска, Рома, спасибо тебе огромное за все, что ты делаешь, и от меня лично за поддержку, значит, и защиту. сейчас вот Роман в другом городе, в Белгороде, значит, как крупный специалист, один из крупнейших в России, а может быть, и за рубежом специалистов по открытию новых заведений, ресторанных и кафе, открыл там, его туда, как бы, пригласили, и он там новый какой-то, я не знаю, как-то ресторан или кафе называется, открыл, но у него, можете посмотреть, ролики есть, и он молодец, значит, он еще наладил немножко, я ему посоветовал ролики, где он бы показывал какую-то немудреную, но очень вкусную пищу, как готовить, это очень ценно, так сказать, для нас, особенно в наше время, ну и так далее, не обошлось и без эксцесса, вы знаете, что некий Next, голос народа какой-то из Хабаровска, я не знаю, при чем он себя причисляет к голосу народа, так сказать, у него там и подписчиков-то раз-два и общался, а он голосом народа себя назвал, это круто очень, Велес, некий из Ставрополя, кажется, там, станица, не помню какая, Лера, там, и некоторые другие, почему-то сочли возможным, необходимым и обязательным для себя, значит, обгаживать других блогеров, в том числе, и я под их раздачу попал почему-то, я их знать не знаю, но они там пытались факт один из моей биографии выудить и представить меня, значит, в черном свете, ну, что же, был факт, вы знаете, а в России говорят, от сумы до тюрьмы, не зарекайся, вот и меня, так сказать, подставили, уже будучи на пенсии, я был, подставили, эти, оборотни в погонах, и, был случай, со мной, это было, в 2003, в 2003 году, если я не ошибаюсь, 17 лет назад, выкопали там факт, так сказать, что я, 8 с половиной месяцев просидел на нарах Смоленского следственного изолятора, ну, и что, я вам хочу сказать, там порой, значит, встречаешь людей, более интересных, более честных, так сказать, чем на воле, ну, по крайней мере, более, чем названные мною, блогокиллеры, вот эти вот, которые убивали, так сказать, тему Влада Бахова, убивая блогеров в этой теме, ну, что ж, бывает, мы сумели, значит, достойно выйти, я не знаю, чем там закончилось, но закончилось, мне кажется, мираевым соглашением, вы не трогайте нормальных блогеров, а нормальные блогеры, так сказать, не будут вас контовать, живите, значит, живите, если вас кто-то поддерживает, значит, живите среди таких же, как вы, и пользуйтесь, так сказать, их поддержкой, мы к вам отношения не имеем, вот, друзья, примерно так заканчивается этот, не буду его называть хреновый, плохой, нехороший, трудный, вы сами знаете, значит, я не отношусь к категории таких, как тетка одна, значит, с Магадана, вместо того, чтобы о трудностях в жизни на Магадане народа Путину задала на прямой линии, встала и задала вопрос, Владимир Владимирович, как вы считаете, хороший или плохой был этот год, двадцатый, дошла бы ты, тетка нахрен, со своим вопросом, на тебя весь Магадан смотрел, ждал, что ты расскажешь, как там хреново живется, а ты выдала, ну ладно, суть не в этом, заканчивается год, заканчивается, ну, может быть, дерьмо какое-то, но жизнь-то, ребята, не заканчивается, как не заканчивается и дело Влада Бахова, оно продолжается, а значит, у меня есть какая-то уверенность, что следствие обладает или желает обладать знаниями и доказательствами для того, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности, ну, несомненно, я думаю, что останки не принадлежат Владу Бахову, те, которые там, ну, обнаружены были, подброшены были, что тут говорить, подброшены были в лес, и обнаружены 29 января нынешнего года, вообще, может быть, надо было, не, ну, а что говорить об итогах, так сказать, следствия, если их нету, так сказать, вы все знаете, по делу Влада Бахова, я просто хотел сказать, что есть надежда и реальная надежда, так сказать, которая в уверенность, может быть, перерастает, у меня лично, в том, что, что уголовное дело не прекращается, ведь дело в том, что оно не то, что не прекращается, оно даже не приостанавливается, у следователя есть право приостановить дело, если он признает, что исчерпаны все возможности для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого и нечего больше, так сказать, никаких следственных действий нет, то он может просто приостановить дело, приостановить следствие по делу, вынести постановление такое и будет оно лежать, а его отдельное поручение, значит, следователя на производство оперативно-розыскных действий по розыску, установлению такого лица или лиц будет передано, соответственно, в МВД, в систему МВД, но, извините, если бы такое решение было принято, то об этом бы знали родители и адвокаты, и я надеюсь, и все мы знали бы, мы этого не знаем, а значит, есть надежда на то, что следователям, я думаю, он не один, есть что делать по этому делу, есть что делать в рамках раскрытия этого преступления, о том, что это преступление, я тоже нисколько не сомневаюсь, и привлечение виновных, а там, конечно, не один должен быть виновным, значит, может быть, кто-то один последний, кто нанес что-то там, последний, вернее, смертельный удар, может быть, а сопричастных-то до хрена, ведь кто-то же подбрасывал чьи-то останки, если бы они просто валялись, ну, сказали бы, какой-то грибник там сто лет назад заблудился, так сказать, и лег там ко сни, но там же лежала одежда Лады Бахова, значит, уже заведомо можно сказать, что это сфальсифицировано все, я уж не говорю, так сказать, о дроне, об этом и фотографиях так называемых с дрона, кроме того, куда девать, так сказать, заключение смоленской экспертизы, вот, ребята высунулись, так высунулись смоленской экспертизы о том, что останки Влада Бахова никуда не девать, никуда не девать, тоже надо этим работать следствием, а не мне, я, так сказать, наблюдатель, комментатор, забиватель гвоздей, вот, поэтому я в этом наступающем году желаю господину Бастрыкину, товарищ генерал, приветствую полковник Гордеев из Смоленского, желаю вам, значит, еще прибавить к своему непререкаемому авторитету в определенных кругах, прибавить еще один плюсик, то есть, раскрыть дело об убийстве Влада Бахова и привлечь виновных к уголовно-ответствии, ответствии, кроме того, вот, меня спрашивал один, так сказать, по телефону, один, ну, друг, Евгений Владимирович, как вы считаете, владел Влада Бахова, жив он или не жив, значит, а я ему прямо сказал, 50, 50, 50, 50, 50, то есть, ни одной десятой шанса, ни туда, ни сюда, то есть, ну, процента, ни туда, ни сюда, потому что, либо он жив, а если он жив, ну, или жил до того момента, когда посчитали, что надо его убирать, то он, значит, естественно, находился где-то, был продан, так сказать, в какие-то, ну, что опять вокруг до ухова ходить, в сексуальное рабство, потому что такой мальчик симпатичный, ну, не буду дальше говорить, потому что, значит, не в моих правилах мужиков расхваливать, а ему не место на стройке, там, глину месить какую-то, цемент таскать, или у кого-то фермера в горах таскать землю, значит, из долины в гору в рюкзаке, нет, вот, я, я извиняюсь, спешу, новогодний ролик, это жена зашла котят покормить, а я их уже кормил, ну, других, да, ну, вот, киску можешь взять, дай-ка, вот она, смотрите, какая кисонька, ой, где же тут, господи боже мой, где тут камера, о, какая кисля, весла, ушко, иди, вон, у нее на жевате шрам какой, операции, ну, иди, я извиняюсь, что отвлекся, жизнь ей жизнь, вот, поэтому, я и говорю, что, значит, надо его искать, надо раскрывать эту, ну, эту версию, над этой версией тоже работать, если он мертв, то надо работать над этой версией, потому что уже ясно, что в деле есть огромный криминальный след, огромный криминальный след, криминального следа может не быть на останках, это понятно, потому что это не мягкие ткани, а костные останки, ну, могут быть найдены, ладно, а, криминальный след, вот, в подбросе останков и одежды, фальсификации, значит, экспертиз, экспертизы, в дронах, в этих фотографиях, ну, и так далее, вот, поэтому 50-50, пока что ничего не знаем, значит, о передаче, предстоящей, так сказать, Малаховской, по которой нам объявила Вербицкая, тоже ничего пока не можем сказать, не могу ничего сказать, будет, не будет, когда, тоже ничего неизвестно, а если будет, то, конечно, мы из нее, значит, вытащим все, что можно, каждое слово, каждую запятую, каждую паузу, будем рассматривать, разглядывать в микроскоп, и комментировать, ну, вот, друзья, еще раз, всего, всего и всего, самого доброго, самого лучшего, здоровья, прежде всего, никаких пандемий, никаких коронавирусов, никаких, так сказать, противогазов на лице, только широкая добрая улыбка, спасибо всем за помощь, ждем продолжения поддержки нашего, нашей катавасии этой, и желаю вам всем того, что вы сами бы пожелали себе, и, конечно же, мира на земле, доброты побольше, любви, там, где есть добро и любовь, нет места таким злодеяниям, какое совершено с Владом Баховым. С вами был Евгений Гордеев, из славного города-героя Смоленска. Пока. Только вместе мы. Сила.